Особую роль в демократичном государстве играют средства массовой информации и их отношения с государственными структурами. Какие решения, законы принимает Европейский парламент, над чем работает Европейская комиссия и какие последствия несут те или иные события. Все это можно узнать, услышать и понять. Именно благодаря работе этих структур с прессой. Брюссель – самый большой медиа-пресс-центр в мире. В зависимости от периода здесь работают от 800 до 1000, а иногда и больше постоянно аккредитованных журналистов со всего мира, как из стран, членов Европейского Союза, так и из других стран. Все европейские организации прилагают максимум усилий, чтобы рассказать, чем они занимаются по различным причинам. В первую очередь, потому что мы – международная организация, у которой весьма сложная структура в процессе принятия решений, которую весьма сложно объяснить. И политику, согласованную между 28 странами-членами ЕС, весьма сложно объяснить нормальным, доступным языком. Политики само по себе должны понимать, пресса должна быть, я бы сказал бы, как и говорится пресса, это в хорошем смысле дежурная собака, которая постоянно на чеку, и несмотря, что хозяин ей приносит там утром или вечером, или днем что-то покушать, она имеет, выполняет свою работу. Не надо этого забывать. Два собака – хорошая собака. Я бы сказал, да, собака, которая работает и знает, что, чего от нее ожидает, и она это делает даже иногда за счет риска своей жизни. Процесс принятия решений в Европейском парламенте и Европейской комиссии, их прозрачность обеспечена работой двух телеканалов – EBS1 и EBS+. Вещают в большинстве своем одну и ту же программу. Необходимость во втором канале объясняют тем, что иногда значимых событий проходит очень много и необходимо везде успеть. И каждая из них будет доступна любому гражданину стран-членов Европейского Союза, поскольку идет синхронный перевод сразу на 23 языка. Кроме того, телекомпания предоставляет любому журналисту совершенно бесплатно услуги по видеосъемке, аренды оборудования, телевизионные студии для интервью с любым представителем Европейского парламента или комиссии, с которым он договорится.